Да, спасибо большое. Сколько народу, я как не ожидал. Я там, может, стою поговорю? Вот. Значит, я что вам должен рассказать? Я зачем-то начал писать книжки заново. Было время, я написал книжки всякие разные, которые до сих пор, на мой взгляд, являются очень неплохими пособиями с точки зрения решения различных психологических проблем. Вот. Потому что тогда я занимался популяризацией психотерапии, и психотерапевтов было мало, им нужно было сделать такого карманного психотерапевта, который хоть что-то позволит разъяснить, значит, в нашей жизни. Вот. Но вообще я всю жизнь занимался методологией. Если кто-то себе представляет это странное слово, потому что обычно путают с методизмом. Вот. Потому что есть методисты, они, у них есть всякие методики, и они, значит, работают методистами. Методологи, они думают про то, как организованы системы, как системы работают. Вообще, как организовано знание как таковое. Вот. Я думаю про то, как мозг наш организует знания, потому что это самая такая сейчас хитрая штука. Ей занятут в новое время. В новое время, время машин. И все думают, как создать существо, которое будет за нас думать. Уже сделали машину, которая может за нас водить. Сделали машину, которая способна за нас диагностировать болезни. IBM Watson. Вот. Уже очень неплохо работает. Я вот был на конференции финансовых директоров крупных компаний. И там, значит, эта компания, какая же это была? Сейчас я забыл. Вот. И они, в общем, говорили про инвестиции в этот IBM Watson, который сейчас в медицине работает. Он измеряется миллиардами долларов. Это просто в одну машину они интегрируют для того, чтобы она использовала все данные о медицинских болезнях, которые есть. И, учитывая вот эту бигдату, определяла диагноз человека, значит, соответствующие мы сейчас ориентируем на онкологические заболевания, но дальше на все. Будет такая капсула, вы заходите, вас что-то там мерят, что от вас исходит. Потом вы выходите, вам мензурку дают. Потому что фишка в том не то, что вас определят болезнь, но и определят лекарства, ваши индивидуальные, которые учтет все параметры организма, которые, значит, вообще медицина научилась, а бигдата способна обрабатывать. Красиво звучит, да? Вот. Но я боюсь, что мы до этого не добежим. У нас по дороге что-то обязательно поломается значительно более радикальным образом. Да, в общем, короче говоря, я думаю про то, как знание должно быть организовано и как наш мозг организует знание. Ладно уж, если я за это проговорил, а сказал, я скажу А, скажу Б. Значит, вот все думают про искусственный интеллект, что он возникнет, и значит, что он никогда не может быть как человеческий, потому что человек – это такая махина и такая просто круть невероятная, что никакой ему не страшен искусственный интеллект, он все равно его победит. Я вам должен сказать, что те, кто будут делать искусственный интеллект, пытаясь воспроизвести человеческий, являются клиническими идиотами, потому что хуже нашего интеллекта придумать сложно. Последние Нобелевские премии, которые вручают психологам в области экономики, они все за когнитивные искажения. Канеманы, Таллеры и так далее, им дают премии за то, что они рассказывают, какие дебилы, топ-менеджеры, а топ-менеджеры – это самые умные, ну, с нашей социальной иерархией. Вот, короче говоря, да, искусственный интеллект совсем по-другому создается, он создается для решения задач, а не для того, чтобы воспроизвести человека, потому что воспроизвести человека, как я уже сказал, бессмысленно. И вот мы находимся с вами в вилке, в вилке исторической, что вроде бы от человека все меньше и меньше пользы. Вы зачем нужны все? Топтать планету. Топтать планету, да. Вот, это правильно, так и надо начинать все. На самом деле толком мы никому не нужны, мы занимаемся самозанятостью, и чем дальше автоматизация производства происходит, а сейчас, как вы понимаете, все может быть абсолютно автоматизированное от добычи нефти, которая может осуществляться полностью, дистанционно, без участия людей, заканчивая производством бургеров, которые могут производиться тоже с помощью специальных аппаратов, без участия людей. Вы вот сейчас ходите в Макдональдс? Я сходил на экскурсию туда. Да, там стоят аппараты, да, которые заменили продавцов, да, но на самом деле они могут заменить уже тех, кто там на кухне изображает из себя работу. И это будет лучше, потому что они не чихают, понимаете, сами не болеют, не прогуливают работу, не дурачатся, и все. Вот, машины в этом смысле куда лучше. Да, в общем, мы с вами, существа уже больше никому толком не нужны, и все думают, как придумать нам работу. Потому что если нам работу не придумать, то что же, чем мы будем заниматься. Вот. И, в общем, это беда. Вот. А с другой стороны, у нас все есть, и нам можно ни о чем не думать. У нас все как-то так, все организовано, что-то так, не так, так, и так, не то-то так. Никто уже не боится это. Я помню, боялись голода. Были, вот, конец 80-х, начало 90-х, боялись голода. В Петербурге были талоны. В Москве, наверное, тоже были же талоны, да? На мясо было, на водку. На водку был специальный талон, я помню. Вот. Это валюта была тогда. Да. Сейчас, видите, с такой слаженной представить, понимаете, все как-то так стало обустраиваться. и, в общем, мы с вами в вилке, потому что мы никому не нужны. Раньше, знаете, когда мы с вами рабочая сила, когда мы мясо для войны, а сейчас война тоже без людей может происходить, беспилотники, беспилотные подводные лодки. Сделали подводную лодку, я сам подводник по образованию-то, военно-морской врач, понимаете? Да, вот. А сейчас все, можно раз поплыла, везет свои 16 ракет, в любое место, сама уплыла, сама стрельнула. Зачем солдаты? В общем, короче говоря, не нужны мы ни как мясо на войну, ни как рабочая сила, потому что толком что вы, плетете там что-нибудь, одежду, или что вы там, землю бараните, понимаете? Вряд ли. Вот. Да, все уже, все это не нужно. Да, и поэтому раньше, поскольку мы были нужны, нами занимались. Нас воспитывали, нас, значит, как бы сказать, призывали к порядку, дисциплинировали, пугали. Лучший способ воспитания какой? Известно, конечно, что в ужасе были, и все. А сейчас нам плевать, главное, чтобы не бузили, вот, поэтому давайте дадим им всем контент, они будут жрать контент, и все будет у них прекрасно в этой жизни. Вот. И мы с вами можем превратиться в овощи. Овощи. Это не, 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 не ботаника, вот, это антропология. Вот. Можем превратиться в овощей. Мы уже превращаемся, потому что мы все больше и больше, вместо того, чтобы думать, занимаемся потреблением информации. Но потребление информации и мышления – это два разных процесса. За это отвечают разные режимы работы мозга. Вы или думаете, или потребляете информацию. Вот вы сейчас слушаете меня, вы потребляете информацию, у вас активизируется центральная исполнительская сеть. Вот. Вы, значит, как-то, что он говорит, как же это расшифровать, что он имел в виду, куда у него ехала мысль, там, да, вы, работа. А в какой-то момент вы вдруг начинаете думать, что вы что-то забыли дома, должны были кому-то что-то сказать, не это, еще что-то, что тут, кстати, в книжную, хотели же зайти куда-то в другой отдел, правда? Вот. И вы куда-то проваливаетесь, да? У вас включается так называемая дефолт-система мозга, которая отвечает за мышление. И вы перестали слушать, что я рассказываю. Потом снова вы так, о, говорит что-то, да? Ну, ладно, послушаем дальше. Вот. И, соответственно, у нас с вами происходит вот это замещение опыта вот этих размышлений на опыт просто потребления информации. Сейчас, вот, посмотрите, вот, раньше, сколько раньше фильмов смотрел человек в месяц? А раньше? Так когда? Ну, вот, да, в это, в начале 80-х. Два фильма было? Ну, два, нет? Да. Была программа «Время» по пятницам, и после программы «Время» показывали кино. Четыре раза. Четыре раза. Ну, можно было еще сходить в кино, тоже в кинотеатр, так много не нагуляешься. Сейчас можно включить сериал из 24-х серий и, не отрываясь, так сказать, 24 часа с ним прожить. Понимаете? Находясь в полном потреблении информации. Не думая. Вот. Короче говоря, значит, что мы? Мы не нужны, первое. Мы перестали думать. Мы кормимся всяким информационным, бесконечным. А он еще же, раньше информация-то была разная. Было сложно иногда рассказывали. Когда ничего больше не показывают. Знаете, какая была программа? Я помню, в шахматы играли по телевизору. Я не шучу. Реально, доска вот эта, там все написано, и они, значит, сидят рассказывают. Это же о пупете это все важно. Да? Все? Вот. Значит, да. А сейчас, если такое будут показывать, все же переключат. Да? Потому что будут искать, где там повеселее, позабористее, где бутерброд с мухами едят. Это очень популярный ролик, мне говорили. Вот. Значит, мы перескакиваем на что-нибудь простое, веселое, развлекательное, вот. И в конечном итоге, сейчас мы оказались перед таким важным экзистенциальным выбором. Вот. Какую жизнь мы хотим жить дальше? Можно вот жизнь овощную? Я вам расскажу, как будет овощ выглядеть. Да. Значит, вам одевают на голову шлем. Шлем. Значит, а там компьютерная графика прекрасная. Более того, эта компьютерная графика может быть такой, какой вы ее попросите. Вот уже можно, вы говорите, текст, компьютер распознает, что вы говорите, и из базы своих, как вы хотите, этих, заготовок рисует вам то, что вы сказали. Так, книжки скоро будут тоже. Включаете книжку, а вам сразу кино рисуется. Нормально? Вот. Все закроется. Да. Вот. Да. И вы будете сидеть, а еще у вас будет этот костюм специальный с датчиками, чтобы вы могли все прочувствовать, что вы себе новоображаете. Я даже знаю, что в основном будут воображать, что они будут чувствовать и куда они будут смотреть. Вот. Да. И что будут щупать. Ну вот. И вот, представьте, все такие сидят, щупают это, неизвестно, что в полном довольстве от происходящего. Да, это будет овощ нового. Новый овощ. Овощ новый. Вот. И это тоже жизнь. Тоже жизнь. Ничего в ней нету предосудительного, в конце концов. Но, может, кому-то она не очень симпатична. И они хотят что-нибудь, как-нибудь, какую-то проявить оригинальность. Я вам должен сказать, что это вопрос непраздный. Значит, начало 70-х годов случилось страшное. Я все нагоняю ужасно, нет? Да. Значит, раньше кривая бедности и богатства они шли синхронно. Богатые богатели, бедные тоже богатели. Общий уровень. В начале 70-х доходы богатых стали несопоставимо больше расти, чем у дохода бедных. Значит, сейчас это данные за 16-й измеряет год. 8 человек в мире обладает состоянием, которое обладает половина населения земли. Значит, если сравнить рост среднего американца и уподобить его среднему доходу американца, и посмотреть на каким будет рост у Билла Гейтса, то вот он будет нормального роста, а Билл Гейтс будет до Луны. Вот такой у него капитал, так сказать. Вот. Значит, и нам просто не представить объем этого всего хозяйства. Да, и идет разделение на бедных и богатых. И эта линия все больше и больше становится непреодолимой. и примерно то же самое будет происходить в области тех, кто сидит в шлемах и овощи, и тех, кто как-то управляет овощами. Им же тоже надо будет управлять. Вот. И я вам должен сказать, что этим озабочены на Западе. В Соединенных Штатах, например. Знаете, какая самая дорогая школа попасть? да, где нету гаджетов. Понимаете, школа, где дети не разрешают играть в телефон и держать айпад и так далее. Это дороже на порядок, чем просто учиться в обычной школе, где, в общем, все стоят друг другу на голове. Вот. И дальше вот, соответственно, есть этот экзенциальный вопрос. Тварь я дрожащая или право имею? Это из другого произведения, правда, но как-то очень, как бы сказать, к месту. Вот. И если мы хотим сохранить свою способность к сложным интеллектуальным решениям, мы должны пройти непростой путь. И этот путь я рисую в этих книгах своих. Я, наконец, перехожу-то. Вы затем приходили сюда. Книжный магазин. А не комната страха. Вот. Да. Значит, да. И я рисую путь. Значит, в красной таблетке я рассказываю про вот фундаментальные заблуждения, которые мы все с вами имеем, потому что мы смотрим на свою психическую деятельность, на свою интеллектуальную деятельность как бы извне. Мы не можем увидеть ее изнутри. Вот. А извне мы пользуемся тем языком и теми нарративами, теми культурными стандартами и всякими штуками, вот, которые в этой культуре сформировались. Вот. Мы, например, все думаем, что у нас есть личность. Вот. Сейчас, когда я рассказываю, что нету личности, так некоторые, конечно, возмущаются. Но вы подумайте, не так давно все были уверены, что у них есть душа. Сейчас, как вы знаете, значительная часть людей сомневается в этом факте. Вот. Да, значит, мы приписываем себе разные характеристики, особенности и прочее, но на самом деле мы просто мозг, который сидит внутри черепной коробки, состоит из 87 миллиардов нервных клеток, при том, что большая их часть находится в мозжечке, чтобы тоже не обольщались, в коре находятся порядка всего 18 миллиардов нервных клеток, которые связаны с собой нейронными синапсами, и эти синапсы взаимодействия дают вам вас. Вы думаете, вы меня слушаете? Нет, клетки слуховой коры в височных долях сейчас меня слушают. Вы меня видите? Нет, клетки затылочной коры меня видят. сейчас отрежу вам и перестанете видеть. А слышать будете. А потом отрезаю, это пришью, и все по-другому пойдет. Они все делают за нас. Мы думаем, что у нас есть мозг, нога есть, рука, печень, почки и мозг. С ногой, рукой, бог с ним. А вот у мозга есть мы, а не он у нас. Тут есть разница. Вот, значит, короче говоря, понять, в чем подвохи. Подвохи. Можно сказать подвохи, или это не по-русски? Да, множественное число слова подвох. Здесь есть тот специфилология. Вот, да, в общем, короче говоря, об этом рассказывает красная таблетка. Вот, чтение так себе. Ну да, я там ругаюсь, говорю. Личности нету, воли нету, понимаете, движимые инстинктами. Ужас, не человек просто, а какое-то издевательство. Вот, после того, как вы проходите через, съедаете красную таблетку, это в матрице, был Нео, Нео, матрица, Нео, ему говорят, или синюю таблетку, или красную. Синюю будешь обычно в своем обычном, а красную съешь и увидишь, что все не так прекрасно, как тебе кажется. Но зато типа правда. Хотя тоже черт разберет. Вот, но опустим это. В общем, короче говоря, съедаете красную таблетку и попадаете в чертоги разума. Вторая книжка. Во второй книжке рассказываю про вот как раз механику мышления как такового. Значит, это вообще исследование, ну, вы, наверное, если что-нибудь знаете про мозг, вот, и в школе мы все-таки изучали мозг, вот, нам все время рассказывали про разные зоны мозга, отвечающие за разные вещи. И вот эта концепция, она длительное время существовала, до сих пор, вот, кстати, уточняются эти поля, вот, сейчас, правда, выяснилось в прошлом году, что, значит, их в два раза больше этих полей, чем мы знаем, вот, эти, при картировании мозга. Но это вот такой локализационный подход. То есть, вот, есть какие-то части мозга, отвечающие за конкретные функции, решение конкретных каких-то задач, необходимых нашей, нашей психической деятельности. Ну вот, но с начала двухтысячных стало понятно, что такой подход неверный. И это действительно так, потому что можно взять нам, отрезать кусок мозга какого-нибудь, и мы, например, память не потеряем. Казалось бы, если там же что-то хранится, отрезали, должен забыть, а не забудет, что такое. Ну вот, на самом деле все сложнее, потому что у нас работают разные режимы работы мозга. То есть, он ничего не хранит, он в достаточно интерактивном режиме постоянно собирает новые-новые версии самого себя. У него там есть заготовки, у него есть, как бы, как у Лего разные кубики, и в зависимости от того, что вам надо, он собирает. Значит, он собирает воспоминания. Ни одно из ваших воспоминаний не является достоверным. Они все ложные. Это я, правда, в красной таблетке рассказываю, это эксперименты Элизабет Лофтуса и других исследований. Вот. Значит, да, но точно так же он собирает разные состояния, потому что вот вы находитесь в себе сейчас модную медитацию. Ну вот, mindfulness, я все критикую. Вот. На самом деле эффективная методика. Что такое? Взял, начинаешь ощущать, что вокруг происходит. Вот это вот, как там, изюм так, взяли, положили, и чувствуете, как он растекает. Медитация. Больше нечего делать. Но выявляется, сеть, называется, сеть выявления значимости, маленькая такая сеть, все остальное притормаживается. 46% времени вы находитесь в состоянии блуждания. Это когда вот вы будете читать какую-то из моих книжек, прочтете страницу, потом перевернете, и потом так, о чем там было, да, и вы возвращаетесь, потому что в тот момент, когда ваши глаза бежали по строчкам, вы задумались про то, что у вас там какие-то дела, что-то еще, что-то, пятое, десятое и так далее. Вот. Вот это блуждание, это другой режим работы мозга, обусловленный дефолт-системой. Как ни удивительно, дефолт-система, и вот как раз открытие Маркуса Рейчела, он теорию сформулировал в 2001 году, у нас просто мало на русском языке информации, совсем мало по этому поводу, вот, но это одно из самых перспективных исследований в современной нейробиологии, значит, то, что 46% времени у нас включена дефолт-система, которая тратит огромное количество энергии, и она, собственно говоря, в нас и думает. Вы никогда не было у вас странности, вот, бывает, целый день работаешь, что-то там куролесишь, там, и так далее, и так далее, ну, вечером, так, уставший, но ничего. А бывает, у вас выходной, вы дома, вот, не делаете ничего вообще, путного, так точно, да, и к вечеру у вас ощущение, что на вас возили что-то, тюки какие-то, да, значит, ощущение правильное, вот, ощущение это вызвано тем, что у вас, из-за того, что не было концентрации ни на какой деятельности, была включена большую часть времени дефолт-системы мозга, которая самая затратная с точки зрения энергии, в нее входят медиальная префронтальная кора, поясная кленовидная извилина, теменные доли, там, и так далее, очень большие массивы мозга были заняты прокручиванием умственной жвачки, вот этими вот вашими внутренними блужданиями, и, конечно, вы устали, понимаете, потому что, когда что-то делаешь целенаправленно, там чуть-чуть работает мозг, и он больше не может, потому что, если две задачи, это исследование, кстати, 17-го года, если вы решаете две задачи, кажется, что должно многозадачность, больше мозга быть занято, а, оказывается, растет только торможение в мозгу, представляете, но дополнительные зоны, когда вы представляете другую задачу, не включаются, он очень ограничен на решение задач, вот такая маленькая часть может работать, а вот думать всякую ерунду, гонять всякую муть, да, кто-то вам изменил, понимаете, на работе не уважают, но вот дети вас послали, но вот родители вас не любят, это можно гонять сколько? Да, и прямо так, табунами там у вас могут ходить эти мысли. Вот, значит, соответственно, вот в чертогах разума я рассказываю про эти вот режимы работы мозга, и вот это как настроить этот вот режим блужданий, чтобы он жевал не умственную жвачку, а чтобы он стал инструментом для нашей целенаправленной интеллектуальной деятельности. Вот, ну, собственно говоря, это ключевая вещь в чертогах разума. Ну, и, в общем, третья книжка троица, значит, будь больше самого себя. Почему будь больше самого себя? Значит, ну, так получается, черт его знает, почему никто не знает. Вот, генетически обусловленные факторы. Вот, ну, видимо, как-то это бьется с нашей какой-то инстинктивной природой и так далее. Я об этом всем пишу в книжке. Но среди нас есть три вида людей. Знаете, что было 27 видов людей? Пока мы всех Homo sapiens пока всех не перерезал. Да, людей было много, разные виды. Представляете, виды людей были разные. А мы их там и гегемонию установили. Вот, да, значит, соответственно, вот, да, но сейчас сохранилось три вида людей. Здесь я шучу, это в кавычках. Ну, вот, вид мы биологически один, а интеллектуально мы три разных вида. Значит, я подробно рассказываю, как это все вообще исходит из нейрофизиологии, еще с Павлова, который выделял мыслителей, художников и некий средний тип. Вот, я рассказываю, как это в психиатрии, вот этот вот континиум психических состояний, которым обучают психиатров во время обучения. Вот, ну, если совсем резюмировать, то есть три вот этих способа сборки интеллектуальных объектов. вот, кому-то из вас очень важны закономерности и причинно-следственные связи. Вот, вы должны до тех пор, пока вы там себе не разложили, все не обозначили, порядок не навели, там, и так далее, вы вообще не понимаете, про что идет речь. И вам скучно, как, что они все несут, эти люди, вы думаете. есть люди такие, они на кончиках пальцев. Вот это вот зашли, все почувствовали, потом спрашивают, а что такое? И даже может не концептуализировать, просто сразу берет тяжелое и бросает. Вот, да, это такой тип рефлектора, я его называю, художники их назвал Павлов, очень творческий, очень эмоциональный за счет ведущей первой сигнальной системы по Павлову. Вот, значит, есть третий тип, третий тип центристы, он такой более социальный, вот, и он занят всегда сущностью, ему важно понимать, вот, что там в основе всего находится. Конструкторы даже не представляют, что в основе чего-то там находится, вот, они закономерности видят, вот, для рефлекторов важно ощущать ценность, насколько им это нужно, важно, ценно, там, и так далее. Вот, есть те, которые, вот, они хотят понять суть дела. Это три совершенно разных подхода. Понимаете, если вы представите себе троих человек с разными типами, а именно это мы делаем в Академии смысла на третьей ступени, когда вот как раз троицы занимаемся, то это, конечно, на разрыв шаблона, потому что, вот, они же учатся у меня на первой ступени, понимают, что ничего не понимают, вот, учатся на второй ступени на чертовах разума, понимают, что на самом деле можно, оказывается, все очень по-разному собирать и видеть вещи, которые кажутся неочевидными. А на третьей ступени, когда они изучают разные типы и сталкиваются друг с другом именно разными типами сборки, они удивляются, как другие люди вообще живут, потому что вот непонятно, таким странным образом вот эти представители типов других собирают интеллектуальные объекты, что это становится просто разрывом такого шаблона. Но если вы знаете все эти вот закономерности сборки интеллектуальных объектов разными типами мышления, вы можете в себе развивать эти дополнительные компетенции. В конечном счете у нас все три радикала у всех присутствуют, ну и плюс есть дополнительные всякие инструменты, которые позволяют развить это дело и собирать такие карты реальности, такие их модели, которые позволяют вам максимально объемно видеть ту реальность, с которой вы имеете дело. И если у вас это получается, то вы переходите в разряд людей, которым овощи, овощная жизнь перестает приносить удовольствие. И удовольствие начинает приносить интересное. интеллектуальная работа. Сложная, настоящая и очень продуктивная с точки зрения результатов вашей деятельности. Вот, значит, я коротко, длинно. Сейчас я на вопросы. сейчас зададим слово наше. Можно? Вот, можно сейчас в эфире будет? И, да, и хотим объявить, что вы потом выберите лучший вопрос, мы подарим книгу тому, кого вы выберете. Поэтому старайтесь задавать самые интересные вопросы, пожалуйста. здравствуйте, Андрей Владимирович. Собственно, с самого начала нагнетали немножко ужас. Страшный. Да, очень страшный. Там про овощи была какая-то тема. Вот, это даже не мясо, это овощи, да? Это вообще очень плохое состояние. И это, соответственно, у нас идет из-за качества контента. То есть, плохое качество и мышление плохое и все. Вот такое вот состояние получается очень много. Я хотел больше поинтересоваться вашему мнению по поводу именно содержания контента. Вот, сейчас я немножко ситуацию раскрою в плане того, что вот у нас существует человек современный. Вот, у него по сути он сытый, да, у него все инстинкты все удовлетворено, он и накормлен, и обут, вот у него все вообще есть. Тиндер? Все. И знакомство, да, и все. Он может выбрать и человека плаву, и дневник, и все. дальше. Ага. Соответственно, дальше у нас идет ситуация, что люди, они как бы очень удовлетворительные всем, и им нужно еще больше удовлетворения. Чтобы это сделать, люди, ну, как бы, те, кто создалит контент, они раздвигают рамки. Соответственно, получается, что содержание именно контента начинается, начинает становиться очень, первое, вульгарным. Ну, соответственно, это фильмы, да, даже книги, и даже фотографии, вот, все такое. Соответственно, следующие игры компьютерные, они все построены на агрессии. это у нас бесконечное насилие, скажем так. Кто-то больше меня жучими гоняет. Я задал плохое. Давайте, переходим к вопросу. Да, да, в вопросе. Получается, что все вот это сводится к нарушению всех, можно сказать, грехов, которые были раньше писаны. то есть, не, вот это... Так, вопрос. А вопрос, ваше отношение просто к содержанию того, что у нас сейчас есть, не качество, потому что, допустим, низкосохранное становится, а вот именно содержание, потому что оно агрессивное. Да, значит, ну, я разобью на два вопроса. Значит, первый, значит, вообще, в принципе, понимаете, есть механизмы нашего информационного потребления, да, есть количество слов, которые вы можете усвоить в секунду. Ну вот, если я буду больше слов, количество знаков в секунду вам давать, вы перестанете разбирать. Когда вот рекламу на радио там крутят, вот это вот, да, вот это предельный уровень распознавания. Значит, есть определенный объем информации, который вы, в принципе, можете обработать, да, зрительный, визуальный, слуховой и так далее. Вот, он на самом деле очень небольшой. У нас очень ограничена вообще система информационного потребления. Значит, и если вы думаете, что большое потребление информации благо, это не так, потому что, во-первых, вы все равно не можете потребить больше, чем вы можете потребить. Вот, и дальше ваш мозг начнет хитрить. Вот, если он чувствует, что информации больше, чем он, на что он рассчитан, он дальше начинает хитрить, как бы так потребить информацию, которая потребует меньшего количества усилий для ее обработки. Потому что это же сложно, это, у нас мозг составляет меньше 2% массы тела. При этом он потребляет более 20% энергии, которую вы едите с пищей. Он потребляет порядка 25% кровотока. Вот, то есть он такая, мощная, как бы, прожорливая штука. И когда можно сэкономить, он будет экономить. Поэтому, когда у вас есть выбор информационный, потому что его очень много информации, то вы будете выбирать то, что проще, то, что привычней, то, что поглупее, мемасики. Если вы вспомните, я на лекциях показываю такую эволюцию. Сначала был лайфджорнл, люди писали там такие длинные тексты. Потом случился Facebook, ВКонтакте, тексты сократились. Потом случился Twitter, тексты превратились в 140 знаков. А потом случился Instagram, где вообще можно не писать. Это не злые люди из Силиконовой долины, как бы сказать, навязали нам это. Это нам мозг сказал, слушай, в лайфджорнале читать это так тяжело. Давай картинки посмотрим. Вот. И да, мы это и делаем. Поэтому первая проблема состоит в том, что идет экскалация примитивного контента, который уплощается, потому что все борются за наше с вами внимание, потому что пока оно стоит денег, скоро закончится лафа, но пока у нас еще есть деньги, и мы еще что-то покупаем, наше внимание тоже покупают для того, чтобы мы что-то купили. вот, у нас денег не будет, и все успокоится, наше внимание никому будет не нужно. Значит, вот это первый аспект, который, да, деградация содержательной части контента, потому что он позволяет удержать большую часть аудитории. При этом понятно, что мы это то, что мы едим. То, что мы едим на физическом уровне, как тела, да, составляет нас на макулярном уровне, то, что мы едим на информационном уровне, составляет нас, как мы себя на информационном уровне, значит, что мы имеем. Это первое. Второе, вот вопрос относительно того, что случится с ценностями и вообще с человечностью в этом мире. Значит, ну, может быть, кто-то из вас смотрел, есть такой сериал, я даже вот так скажу. Значит, во-первых, есть сериал называется Черное зеркало. Вот, значит, он рассказывает Чарли Брукер, который вот автор этого сериала, английский, британский комик, комик с черным британским юмором, вот, да, и он рассказывает, как человеческая природа проявит себя в случае, если она будет иметь такие возможности, которые сулит нам технологическое будущее. Вот, и если вы посмотрите на героев, у него в каждом сезоне есть один неплохой эпизод, то есть, в смысле без катастрофы, ну, вот, все остальные это абсолютная просто чудовищность, и вся эта чудовищность обусловлена тем, что, если мы не будем никаким образом социально контролируемы, ну, вот, мы, конечно, будем вести себя как попало, вот, с учетом возможности вести себя, как попало. Понимаете, если нам дают возможность вести себя как попало, то очень сложно нам не вести себя как попало. Вот я к тому. Вот, и Бу-Бу-Брукер, значит, вот он, что рассказывает в зеркале. Но, с другой стороны, есть сериал, я видел только один сезон, называется «Мир Дикого Запада». Ну, вот, да, вот, это вообще, конечно, произведение искусства с точки зрения вот, надругательства над человеческими, значит, всеми ценностями. что, создаются прекрасный мир, значит, в котором есть люди, которых можно без опаски убивать, насиловать, что-то, сжечь, в общем, короче говоря, можно по полной программе. Вот, и все туда ездят и получают по этому поводу удовольствие. Вот, и я не знаю, что там во втором сезоне происходит, но заканчивалось все тем, что роботы лучше людей. Вот, и, значит, они лучше. Вот, поэтому, если вот думать вот с этой точки зрения, в абстрактном поле, то, конечно, ничего хорошего нас не ждет. Но я думаю, что мы до этого не дойдем. Вот, я думаю, что мы раньше превратимся в овощи, в овощей, чем мы превратимся в убийц антропоморфных роботов. Понимаете? Да вот. То есть, мы не доживем до того, чтобы увидеть степень совпадения. Мы просто сразу ляжем и будем тихо ползти, так сказать. Вот, поэтому как бы этические здесь у меня вопрос в меньшей степени как бы драматизируется, чем, в общем, вот овощная грядка. Так? Спасибо большое за вашим выступлением. Спасибо за вашим выступлением. Спасибо за вашим выступлением. Можно бесплатно посмотреть в интернете. Я посмотрел недавно. Очень кажется, маркерского выступления. Легальный надеюсь, контент и демонстрации дотрансляции с вашим инстаграммом. Это 100% легальный. По Троице. Я не к тому, чтобы это битоксловало. Я очень болезнен. Но не могла не зацепиться. Вы говорите про пресс-довольных движущих сил. Инстинкт самосохранения, социальный и половой. Да. И сам, это гуманная, это иерархически, чтобы всем было нескучно, чем заниматься. И они всем... Сейчас я не процитирую, но я не знаю, что это были три таких вот драйвера, которые возникли в процессе эволюции для решения подачи валины. Так? Правильно? Скажите, у эволюции нет задачи? Нет, у эволюции задачи нет. Вот здесь вы абсолютно правильно придираетесь. Эволюция слепая, глухая и абсолютно жестокая вещь. А почему она иерархически? Потому что в этом случае ваша карта совпадет с реальностью. Всякий раз, когда вы делаете карту реальности, вы делаете некую модель с определенными упрощениями, аппроксимацией и так далее. И вот задача концептуальная, методологическая состоит в том, чтобы создать такую модель реальности, которая, с одной стороны, была бы адекватна нашей психической способности, а я вам должен сказать, что мы не можем оперировать системами, в которых больше, чем три элемента. Знаете, почему так успешны гороскопы? Там 12 элементов. Они вас всегда запутают. Поэтому психический аппарат, он очень у нас ограничен. В рамках нашего активного внимания мы способны удерживать не больше трех интеллектуальных объектов. Поэтому задача, когда мы имеем некую данность, организовать ее концептуально таким образом, чтобы она укладывалась в три составляющих. Значит, идеи с инстинктами. Если вы посмотрите мою научную монографию, она называется системная поведенческая психотерапия. Я там все то же самое рассказываю, но поскольку это научная монография, там вы не увидите даже слово инстинкт. Потому что научный язык требует научный язык. Это популярные книги. Значит, существует три деления нас, как на представителей, как на индивиду. Это естественный отбор. Сейчас трехмесячных, по-моему, начали выхаживать. Я бы лично в 23 года склеил ласты, я прошу прощения, если бы не медицины. И не оставил бы гены. А они меня вылечили. И я их оставил. А что это с точки зрения естественного отбора? Да, это, конечно, катастрофа. И дальше мы плодим это все, и это растет. Психические заболевания, знаете, как растут страшно? Почему? Потому что это все психические заболевания наследственной природы. И после того, как мы начали лечить психические расстройства, и все больше и больше. И потом нельзя людей убивать. Тоже. Да. Раньше пришел какой псих, взяли, убили его нормально. Невоздержанный. Секир, башка. А сейчас все, все невоздержанные, надо терпеть. Да. Вот. И какой это естественный отбор. И вот мы плодим этот генетический груз. Понимаете? И все как бы... Ну что думали? Естественный отбор. Где он? В экономической форме. В экономической форме. Нет такого. Так. Ну что, давайте дальше. А, гриво-зинь, спасибо. Применение, пожалуйста, вашей троицы. Вот все-таки... Давайте в микрофон. Давайте в микрофон. Секундочку. По очереди. У нас уже... Спасибо большое вам за ваши книги. После прочтения троицы муж стал называть меня истериком, а себя конструктором. У вас хорошая пара. Я уверена, что я люблю траву. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. После изучения ваших трудов и знакомства со всеми вашими работами, мне просто... Меня стал очень беспокоить вопрос детей. У меня есть дети, и вот чтобы они не выросли овощами, поскольку они родились уже с соцсетями, уже с контентом, уже с вообще огромным количеством вокруг всего, и без гаджетов... Ну, понятно, что невозможно, живя в городе, да, без гаджетов. Как вообще... Может быть, их как-то ограничить полностью невозможно, да? Может быть, есть какие-то основные такие методы, которые к детям можно применять, чтобы они не выросли овощами? Вот какие-то такие глобальные вещи делали, там, читать книжки, не знаю, что еще. Очень хороший, важный вопрос. Значит, мы сейчас просто активно работаем над созданием таких технологий, потому что на этом очень большая проблема. Значит, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что ребенок, например, в возрасте 8 лет, сколько он может в сутки смотреть в экран? 15 минут. И к 16 годам 1 час 15. Сейчас средний подросток в 16 лет смотрит 14 часов в день в экран. Но на самом деле 9,5, 14, потому что он еще умудряется в 2 экрана смотреть значительную часть времени. Вот. И действительно, эта цифровая зависимость, она приводит к плачевным последствиям для нашего мозга, потому что, с одной стороны, это разбалансировка сетей мозга, что приводит к СДВГ и другим расстройствам развития. Кроме того, цифровая зависимость приводит к зависимости. То есть я в некоторых своих лекций показываю, есть такой симулятор айфона. Это такая пластиковая коробочка с шариками, чтобы вы могли крутить, вот, потому что вы не можете не скроллить это все дело. Австрияки сделали с чувством юмора. Вот. Да, и мы, да, и соответственно, зависимости, там соответствующие нейромедиаторные изменения и так далее. Поэтому проблема есть. Если вы меня спросите, вот сейчас, я скажу так, значит, насколько вы можете ограничить потребление цифровое, ограничьте. И для себя, и для ребенка. Понимаете, если родитель всю дорогу сидит сам с телефоном, рассчитывает, что ребенок скажет, о, и вот я лимфодебилом точно не буду, только мои родители, я проживу другую жизнь, полную книжек, рисования, да, и спортивных занятий, вот, это вряд ли, да, вот, но дальше вот мы как раз разрабатываем технологии всякие разные, да, от самых примитивных, понимаете, когда, ну, вот, вы приходите, вы убираете телефон, чтобы он вас лично не... Но открываете соответствующий менеджер, мессенджер, например, на компьютере, да, и вы, если взаимодействуете и кому-то пишете, там, что-то читаете, вы делаете это на компьютере, да, ну, по крайней мере, вы можете это выдавать ребенку за работу, да, вот, то есть вот о таких простых вещей, да, очень сложных вещей, связанных с тренировкой вот этих центров внимания с помощью нейрогарнитуры, других ресурсов, вот, это сейчас будет очень важная, просто такая научная, практическая задача, как родителям объяснить, что планшет это не бэбиситтер, вот, и как ребенку помочь сохранить, сохранить возможность развивать мозг в той среде, для которой наш мозг был создан, наш мозг был создан для физической среды, мой учитель, Лев Маркович Векер говорил, все мышление начинается вот здесь, и показывал кончик пальца, вот, значит, это действительно, значит, вот наши физиологические ощущения являются ключевыми для создания сложных внутри головы образов, вот, именно айпады, и вот эта вся, ну, экранная конструкция лишает ребенка возможности получить объемные изображения, он их не может пощупать, объем у нас рождается только в пальцах, да, потому что, если вы думаете, что вы видите меня в объеме, не испытывайте иллюзий, потому что у вас плоская сетчатка, она плоская, она 2D, там нету 3D, да, там есть два глазок, которые косят, понимаете, и он там высчитывает, но если у вас не было бы тактильного опыта, то он даже этого бы не смог рассчитать, понимаете, объем дается только за счет тактильных ощущений, когда мы лишаем ребенка этого и даем ему вот это вот проскролить, мы создаем конструкцию, что у него просто вообще, в принципе, не получат поддержку те нейроны, которые должны отвечать вот это мышление сложное, объемное, да, мы же как еще говорим про мышление, не случайно говорим, он мыслит глубоко, да, почему? Потому что мы говорим про объем, нету объемов, а если у ребенка соответствующие нервные клетки не активизированы, они умирают, мы с вами рождаемся с большим запасом нервных клеток, и те клетки, которые получили раздражение извне, они сохраняются, те клеточки, которые не получили раздражение извне, умирают, у вас сейчас меньше нервных клеток, чем у вашего ребенка, сохранить их, ну вот, это самое важное, но когда, как бы сказать, цифровая среда точно этому не способствует, вот, поэтому вы задаете правильный вопрос, но я над ним пока работаю, вот, с января, нет, с сентября, значит, мы начнем серию книжек для детей, где вот рассказывается такая сказка, не сказка, история, не история, ну там главный герой, мозг, вот, и там так постепенно мы ребенку интегрируем всякие разные, вот, 12 книжек, вот, которые и родителям будут интересны, плюс к ним будут прилагаться соответствующие, такие игры и задания, которые вот с точки зрения нейропсихологии позволяют развивать, но это капля в море, ну то есть понятно, что, как бы сказать, я просто хочу сказать, что мы много делаем нашими силами, но там просто еще больше надо делать, и пока я не все успеваю. Я спросил, какая практическая ценность, значит, никакой, вот, значит, если вы думаете, что вы можете прочесть книгу, и после этого у вас, значит, вырастут крылья, мозг начнет работать каким-то невероятным образом, значит, вот просто оставь надежду всяк сюда входящей. Значит, с точки зрения фактического использования, значит, когда вы понимаете, что другие, каким образом другие люди, с которыми вы взаимодействуете, видят реальность, вы качественно изменяете возможность с ними коммуницировать. У вас не возникает конфликтов совершенно на... Потому что, когда муж говорит, значит, я конструктор, а она истеричка, значит, это звучит, конечно, травматично, но вот, но после этого они могут договориться до тех пор, пока они считают, что они, значит, как бы сказать, думают одинаково, просто один тупит, а другой не понимает, значит, вот, то они никогда не договорятся. Знаете, вот это попытки выяснения отношений в 99% случаев, это просто представители разных типов пытаются сговориться там, где они сговориться не могут. Они должны совсем по-другому это делать. Что делать? Ну, вот про это и книжка. Да. Но вам она может не помочь. Понимаете? Я про это. Так, давайте дальше. А мозг больше любит сложные задачи? Или ты почитаешь бачку? Мозг надо тренировать. Если вы его натренируете на сложные задачи, он будет получать удовольствие от сложных задач. Если он у вас натренирован только на примитивные задачи, он будет получать только от примитивных. Это вопрос тренировки. Камера пыток. Да, и у меня вот полтора вопроса возникло. Вы говорите в этой книге, что любая случаясь от закономерности. Ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле. Важно. И что, значит, я это что конкретное частное решение какого-то человека в принципе не имеет никакого значения. Потому что какое бы решение он не принялся, все равно это будет его дорога какая-то. Все равно это будет та закономерность. А вы бы вычитали из этой книжки, что вы не принимаете решение сами? Нет, не вычитываю. Ну, давайте, вы вернитесь к первой главке и потом будете про закономерность. Мы с вами не принимаем решение. Это нам только кажется. Решение принимает наш мозг под воздействием огромного количества обстоятельств и того, как мы их обрабатываем. Это очень важно. После того, как вы это поймете, все остальное в книжке будет значительно менее драматично и отпуск не испортит. Если говорить про закономерности, этот вопрос касается одного единственного пункта. Понимаете, мы мыслим мир, исходя из самих себя. То есть, я заболел периферическим параличом. Я могу сказать, вот же мне не повезло. Вот всем везет не болеть параличом, а мне вот повезло. Значит, кто-то получил Нобелевскую премию. Он может сказать, я получил Нобелевскую премию, потому что я сильно старался. Остальные не старались, что ли? Значит, все дело в том, что каждый из нас смотрит на мир со своего как бы угла. И все наши углы ущербны. Есть статистика заболеваний. В городе Санкт-Петербурге в год заболевает там статистика два человека на миллион человек. Два человека заболевает героя. Значит, соответственно, если у вас Петербург, там пять миллионов, у вас должно заболеть, помогайте мне считать, десять человек в год должно заболеть. Вот. И хотите вы, не хотите, думаете вы, не думаете, вы попадете в какую-то статистику. Понимаете? Вот. Вы собираетесь потерять жизнь под колесами автомобиля. Да? Но это одна из самых вероятных причин смертности. Понимаете? То есть у нас 37 тысяч человек ежегодно умирает под колесами автомобиля. Вот. Вы про это не думаете, но есть статистика, понимаете, после того, как ездят эти автомобили, они убивают людей. И это закономерно. И если кто-то погиб, для него и его близких это случайность. Но это закономерность, потому что на улицах есть автомобили. Когда вы начинаете так думать, вы лишаетесь вот этой ограниченности, которая возникает в вас, когда вы думаете, что вы центр мироздания. Вот. Закономерность это не то, что я сейчас приму какое-то решение или не приму какое-то... То, что вы примете решение, уже само по себе будет закономерностью работы вашего мозга, который так принимает решение. у меня вопрос по чувствовому разуму. Вы там рассказываете о том, как озадачить мозг, как заставить его решать какую-то задачу. Вот у меня такой вопрос, как сформулировать правильный вопрос? Потому что мне, видимо, что-то не получается. Значит, это... Да. Значит, это одна из... Вы очень правильно говорите. Значит, нельзя заставить себя просто абстрактно начать думать сложные вещи. Значит, у вас должна быть какая-то нехватка. Вы должны испытывать дефицит. Значит, вот если дефицита нет внутреннего, то как вы не напрягаетесь, у вас просто нет ресурса для того, чтобы озадачиться. Создавать нехватку вы можете одним единственным способом. через взаимодействие с другими людьми. вот мне все говорят, сделайте Академию Смысла онлайн. А я говорю, нет. И не потому, что я вредный. Что может быть и так? Вот. Но в данном случае точно не поэтому. Вот. А это нужно для того, чтобы вокруг человека находились другие люди, которые его фрустрируют в его очевидности. И когда вы ощущаете фрустрирую, главное правило методологии мышления звучит следующим образом. В мире интеллектуальной функции нам сопротивляются только другие люди. Потому что внутри своей головы вы можете сами себе во всем убедить, все объяснить, все сложить, и так далее. И только появление других людей, которые демонстрируют вам несостоятельность вашей карты, несостоятельность вашей модели, ее ограниченность и ущербность вызывают у вас ощущение дефицита, потому что это как сорвать окисную пленку с алюминия. Понимаете, вы сразу будете хотеть с этим что-то делать. Если драть ее, так сказать, системно, то у вас формируется нехватка. Вот. Поэтому другие люди, мы социальные животные. Йоркис говорил, один шимпанзе и не шимпанзе. Что уж говорить о людях. А мы с вами аутизируемся. Мы все сидим, значит, открыли этот, все думают, что у них друзья есть. Там же их залайкали. Да? Еще, знаете, раньше был этот, такой, как его звали-то, тамагочи вот. И они умирали. Да. Это вот такие у вас друзья. И они лайкают вас. А тамагочи не покормили, и он умер. Вот это все примерно так. Это не социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие это непосредственно, когда вы решаете одну и ту же задачу, оказываетесь в одной и той же ситуации и вынуждены, как бы сказать, взаимодействовать, решая ее. Если этого, я создаю в Академии искусственно такие условия. После того, как этот навык появляется, вы уже можете его, как бы сказать, распространять, ставя других людей в это положение. Ну вот. Но и у вас тогда нехватка уже сформируется, естественно. Но сами по себе не это как мюнграузен. Тянуть себя из болота не получится. просто вы поговорили о том, что писали, что вы, когда у вас писать книгу, вы пишете название, собирать, ну, другой, актрис, 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 и какие главы там будут. То есть, при попытках у меня было там три попытки, я не могу запомнить это три стихи, никаким образом, и мне не получается думать об этом 40 минут, больше 40 минут. Я уже все изнываю, и у меня ничего нового больше не приходит. Ну, возможно, нет. Вот, собственно, если говорить про вторую ступень Академии Смысла, которая связана именно с чертогами разума, основное, что мы делаем, мы строим факт-карты, так называемые. Это вот то, что вы говорите. Значит, это целая технология построения факт-карт. Потому что есть разные факт-карты. Вы можете строить факт-карты неких аспектов реальности, вы можете строить факт-карты каких-то своих действий, которые вы подпринимаете, и вы можете строить очень важно для обучения строить факт-карты своей внутренней стаи, потому что это то, что даст вам, расскажет вам о том, кто вы такой, и позволит, наконец, себя увидеть со стороны, и то, как вы собираете интеллектуальные объекты, в отличие от всех остальных. И это такая ресурсная вещь. Поэтому, если у вас не получается, то это может быть связано с тем, что вам необходимо какие-то, ставить вас в какие-то условия, которые я ставлю вы думаете, когда я рисую вот этот план книги, ну, не плана, основные, как бы, блоки, которые, мне кажется, в книге, я это почему делаю? Звук, ну, лунный, сложный, способный улучшать восприятие человеком, входящим в милую информацию. Ну, на самом деле, есть большое количество исследований, которые посвящены именно нейрофизиологических, да, вот последних, пианистов засовывают в функциональный магнитный резонанс, заставляют их, значит, играть на клавиатуре, смотрят, какие нейроны включаются у других пианистов, которые слушают, как играют на клавиатуре и так далее. Там куча всяких разных исследований, которые проливают свет, так сказать, на ваши вопросы. Значит, если говорить как-то идеологически, конечно, ничего сверхъестественного в этой музыке нету и никакого там чуда с помощью нее невозможно произвести. Вот, конечно, рефлекторы, возвращаясь к троице, вот, они более чувствительны к раздражителям первой сигнальной системы. Звук в этом смысле относится к первой сигнальной системе. И вы можете влиять на настроение людей, создавая ту или иную, но на конструкторов на предыдущие вообще не подействуют. А центристы спросят, кто написал и зачем он это сделал. Вот, да, поэтому в зависимости от, конечно, психологического типа это будет влиять. И третья вещь, которую надо понимать про музыку, значит, вся музыка, которую мы слышим, значит, является абсолютной галлюцинацией. Ну вот, потому что, значит, мы не умеем, ну, мы, нету в мире музыки. Нету. Значит, есть, колеблется воздух, бьет по барабанным перепонкам, там есть стремечко, молоточек, наковальня, они, значит, действуют, у них во внутреннем ухе там жидкость, в жидкости, в этой улитке есть такие волосики, и они колеблятся. Вот из этого вы делаете музыку. Вот. Это рецепторы с угловой во внутреннем ухе. Вот. И, конечно, понимаете, никакая музыка не долетает. Долетает просто специфическое колебание воздуха, которое наш мозг, в отличие от мозга других животных, потому что другие животные музыки не слышат, значит, да, мы собираем эти ноты, эти вот раздражители в мелодии. И нас этому долго учили. Учили нас с самого раннего детства, когда вас качали люльки и говорили «Ули, ули, ули». Если бы вам в этот момент учили Шостаковича, вы бы заорали. Вот. Хотя вроде бы тоже музыка. Вот. Значит, после этого вам учили «Раз ступенька, два ступенька, будет лесенка», потом «От улыбки день светлей», да, я усложняю музыкальную фразу, да, потом вы дошли до этот, как его, «Боже, какой мужчина, я хочу от него сына», вот, и дальше пошли, значит, чуть более, как бы, рахманинов, вот это все. Да, значит, и это навык нашей слуховой коры собирать мелодии. Мы этому тренируемся, вот, и просто, если человек натренирован собирать это, то он получает большое удовольствие от оперы. Я долго ходил в оперу, думал, я не понял, зачем они орут и мешают слушать хорошую симфоническую музыку, потому что меня с детства приучали к симфонической музыке, а тут я в филармонию ходил, почему-то они меня таскали в филармонию, а тут орут люди, ну, обычно в филармонии люди сидят, симфоническую музыку играют, все молчат, да, ну, кто-то прыгает там активно, женщины орут, мужчины порут, одновременно могут орать. Меня раздражало, да, но мне долго ходил я, потом вдруг оно у меня сложилось-то, я вдруг понял, что они это прикольно делают. Я услышал пение, я услышал музыку, а до этого они орали. Понимаете, что случилось? Я научил свою слуховую кору собирать это, после этого я нашел кучу объяснений, как это работает, там и так далее. Поэтому еще многое зависит от натренированности. Почему у вас иногда застревает музыка в голове? Не задумываешься никогда? Знаете, нейронная дуга зациклилась и дын-дын-дын-дын-дын-дын и у вас там дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. А, ты все. Наслаждайтесь. Как кассета, да. Так, да, последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо за книжки. Я прочел вас. Ну, правда, красную таблетку. Отпуск ничего? Чертоги могут его испортить. Да, да. И там, вот, вописывая исследование, что мозг принимает решение, и балл сначала была по секунду, Полсекунд, да. ...месятим решением осознанием. Сейчас она себе 10 секунд. А, возможно, дальше еще увеличится. Может быть. Да. А может быть, это так, как описывается в фильме «Мир дикого запада», что есть типа «Бывший разум», который обладает большим знанием, не дает некий сценарий. Ну, программы закладывают. Возможно, это так же сценарий, что просто и сценарий. Да, но вы не смеетесь. На самом деле, вы можете посмотреть, много есть по этому поводу научных работ. Это дискутирует, собственно говоря, очень серьезные ученые в области философии сознания, в области высшей математики и физики. Вот, что в целом они пытаются доказать, не находимся ли мы в матрице, потому что теоретически может быть такая конструкция, что мы находимся в матрице и не способны это идентифицировать. Дискуссии идут бурные. Ученые там уступают мощные, которые пользуются большим уважением у меня. Но ничего внятного пока мы по этому поводу сказать не можем. Это такая немножко теорема неполноте. У Гёделя есть, знаете, внутри системы вы все, любой тезис можете доказать, но есть один гвоздик, который изнутри системы не доказывается. Если вы его уберете, вся система рухнет. Вот. И мы пока возможно найти этого гвоздика под вопросом. Может, и не найдем. Вот. Поэтому да, а вот то, что вы спрашиваете, это на самом деле понятно. Потому что вот я ссылаюсь в книге на эксперимент Либита, который вот показал, что за полсекунды мозг принимает решение. Значит, институт нейрофизиологии Макса Планка в Лейпциге, они проводили исследование и могли прогнозировать поведение, решение человека за 8-10 секунд до того, как он сознательно это решение принимает. Это кажется удивительным, но если кто-то читал мою книжку «Как избавиться от тревоги, депрессии, раздражительности», я подробно рассказываю там Алексею Алексеевичу Ухтонскому, который разработал принцип доминанта. И все, что вот сейчас нам рассказывают Либиты и институт Макса Планка в России было известно в 20-х годах прошлого века. Так же, как нейропластичность в это же время открыл Петр Кузьмич Анохин, а сейчас она вдруг какое-то новое событие в научном мире. Действительно, у нас идет постоянная борьба внутри конкурирующих доминант. И вот представьте, что кто-то из вас сейчас хочет писать. Значит, вы слушаете меня, вам может интересно, а там постепенно растет другая доминанта. Она постепенно растет, 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 растет. Вы начали ее осознавать, да? Потом вы говорите «Не-не-не-не-не, досижу, она продолжает расти». Значит, доминанта слушание меня становится какой-то вялой, да? И в какой-то момент очевидно тренд, да? Это сейчас вылезет, а это сейчас рухнет. И вы вскачете и скажете «Всем спасибо, быстрее, где тут комната?» Вот, специально. И это случится до того, как вы вскочите. Понимаете? Решение ваш мозг, что пора бежать? Будет принято раньше, чем вы осознаете. И так совсем. Знаете, когда вы берете, вам дать из плошку с ягодами, вы думаете, как вы туда руку садите? Не думаете, да? Вы думаете, ягода, да? А на самом деле вы делаете вот так. Потому что, если я туда положу апельсин, то вы сделаете вот так. Потому что, вы не знаете, что вы там это всё возьмёт. Понимаете? Это всё происходит автоматически, без нашего сознательного участия. Но мы как бы любим думать, что у нас есть наше сознание, воля, и так далее. Я предлагаю как бы от этой иллюзии избавиться и просто быть более чуткими к тому, что с нами происходит на самом деле, видеть истинные причины своих поступков и использовать ресурсы современных знаний о мозге для того, чтобы делать свою жизнь лучше. Потому что она в этом чем дальше, тем больше будет нуждаться. Всё, заканчиваем. Спасибо. Почему вы прадедушке не даёте микрофон?